ВИДНОВСКИЙ ЛИЦЕЙ Участницам необходимо было продемонстрировать свои умения в трех этапах конкурса. Это самопрезентация на тему «Видновчанка. Моя семья, мои друзья, моя мечта», костюм для модного дефиле и исполнение песни и танца одного из народов России. Каждый номер оценивался авторитетным жюри. Было потрачено очень много сил, энергии. И мы все очень рады, что мы выступаем сегодня здесь. Мы очень долго к этому шли. Хотя оценки получали финалистки, огромную роль в получении заветных очков играла команда. В некоторых номерах принимало участие до ста человек. И конкурсантки понимали, главное отработать на все сто и не подвести ни тех, кто выходит вместе с тобой на сцену, ни зрителей, которые всей душой желают тебе победы. Да, это конкурс, но в первую очередь это шоу, потому что здесь есть зрители. Самым сложной, наверное, была визитка, потому что я работала с большой командой. Да, за время подготовки к конкурсу мы стали действительно огромной семьей, но все равно есть некая доля ответственности за всех этих людей. На протяжении всего выступления в зале не смолкают восторженные крики. Глядя, как на сцене молниеносно сменяются образы героя и массовка, понимая, что перед жюри стоит нелегкая задача. После прохождения всех конкурсов на протяжении получаса участники оценочной комиссии не могли принять однозначного решения. Вот у вас сердцем, вот и, так сказать, кто не по баллам, а вот кто лидер. Вот девочка очень нравится, она и танец, и то, что вот эта журналистика, она хорошо говорит, она не запинается, она классная. А пока судьи соревновались с некоторым участницам полуфинала, не прошедшим дальше, дали возможность продемонстрировать свои умения. Ведь и они, и ученики их школ тоже приложили все усилия, всю волю на пути к вершине. Разочаровываться из того, что тебя не взяли дальше, это наоборот, это опыт, это выносливость, потому что если тебе все время разрешают идти туда, ты всегда везде проходишь, ты никогда не станешь настоящим артистом. И вот момент награждения. Все финалистки получили подарки от администрации Ленинского городского округа и благодарность главы муниципалитета. Имя победительницы назвал заместитель главы округа Иван Гетман. Ильмире Тетовой, представляющей видновский художно-технический лицей, вручается лента «Видновчанка-2024» и «Диадема». Сейчас, глядя на счастливую победительницу, уже никто и не вспоминает, через какие испытания пришлось пройти и ей, и всем финалисткам. Но оно того стоит. Я выступаю не первый раз, но это страшно. Все равно, как первый раз. Но это незабываемые эмоции. И хочется, чтобы это каждый испытал, потому что этот день надолго останется у меня в памяти. И это очень здорово. Я очень рада, что я участвую. Остается пожелать всем участникам этого феерического шоу новых побед. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова